Здравствуйте, друзья! У нас частенько есть вопросы на канале о том, как вот музыкант, не музыкант-музыкант, а музыкант-педагог, преподаватель музыки, попадая в США, вот как ему жить вообще, есть ли жизнь профессиональная для преподавателя музыки и может быть какие-то особенности, которые издалека не понятны, и мы попросим Риту, которая уже много лет в США преподает музыку и раньше преподавала в Ташкенте, да? Да, и в Израиле. И в Израиле. Вот как вообще? Вот приятный человек, музыку преподавал, хочет дальше преподавать, что ему делать? В первую очередь нужно выучить язык. Так. Нужно быть хорошим профессионалом. Это чтобы родителям нравится или что? Нет, чтобы знать, что ты делаешь, чтобы добиваться какого-то результата. Нужно иметь какой-то свой стиль уже выработанный. И при знании языка возможно будет построить студию, либо частную, либо работать в музыкальной школе. Но оплата в музыкальной школе небольшая. Ну, какая? Ну, длина... Я думаю, что долларов 35 в час. Это при 8-часовой загрузке или меньше? Ну, там могут загрузить... Хорошо. До 8 часов в день. То есть, нормально? Нормально. Но, в принципе, очень скоро человек понимает, что так работать трудно и старается иметь каких-то частных учеников и организовать свою студию, как получилось в нашем случае. Но приобретение частных учеников, например, чтобы набрать достаточно частных учеников, сколько времени уходит у человека, который, ну, как профессионально соответствует? Построить хорошую студию с хорошими учениками занимает от 7 до 10 лет. Вот так. Не меньше. То есть, можно набрать много учеников, допустим, через 5 лет уже, когда тебя немножко знают, можно это сделать. Но это не факт, что эта студия будет хорошей. То есть, должен произойти какой-то отсев, и тогда со временем образуется костяк класса, к которому будут прибиваться хорошие ученики. Вот какой у тебя класс, такие ученики будут прибиваться. Вот так это происходит. Это как бы если долгосрочным. А если вот как бы короткосрочным, ну, скажем, в первый год-два люди могут выживать как-то, вот зарабатывать, на жизнь, чтобы хватало? Трудно. Это трудно. Это требует времени. Но можно продаться вот в школу частную. То есть, есть спрос на людей? Я думаю, что да. Спрос есть. Потому что все люди, которые уже обжились, устоялись, организовали свою студию, они потихонечку просто уходят из школ. И эти места нужно все время пополнять. Так что, есть, конечно, спрос на таких педагогов. Но нужно понимать, что Америка небезразмерна, и музыкантов уже очень много здесь. Это не то, что ты приехал в пустыню, и ты будешь один востребован здесь. Ну, вот так. Ну, хорошо. А вот есть что-то, что, может быть, мешает людям, которые приехали из нашего отечества, и вот у них какие-то представления, и эти представления им мешают, они не соответствуют, они как-то их, ну, как-то отодвигают от успешной карьеры, какой-то профессии. Что-то есть такое, от чего надо избавиться? Да, я думаю, самая главная основа в отношениях здесь – это уважение. Должно существовать такое уважение ученика к педагогу и у педагога к ученику. То есть отношения между педагогом и студентом должны быть очень дружеские. Ну, хорошо. Вот вы, допустим, в Ташкенте работали. Там давили на ученика или что? Как бы его настроение портили? Что там происходило? Да, ну, русская система педагогики, она позволяет давление. Вот. Здесь тоже, может быть, можно это сделать, но это все нужно делать гораздо мягче, как бы более завуалированно. Нужно быть уверенным, что ученик очень тебя уважает и любит, и что он… вот давление не повлияет на него и не ведет своего склада. Да, отношения не повлияют. Да, потому что очень многие педагоги теряют учеников вследствие того, что они слишком давят, либо они слишком расслабляют студентов, что тоже влияет на результат. То есть нужно найти вот такую вот золотую грань, чтобы не уйти ни в ту, ни в другую сторону. Такой вопрос. Вот я как человек далекий от этого. Я недолго учился музыке, месяца три, потому что на аккордеон меня не взяли, сказали, что слуха нет, а взяли-то на протепиано, поскольку слуха нет. И, значит, я месяца три позанимался и ушел, но это мне было лет семь или восемь. Значит, вот я как человек далекий хочу спросить. Педагог учит детей? Ему обязательно важно, чтобы дети на конкурсы куда-то выезжали, побеждали где-нибудь? Или он это делает просто, ну вот как там, ну как тренер, который работает с детьми, а не тренер, который с мастерами работает? Как это происходит? Есть студии, которые нацелены на участие в конкурсах, на участие в всевозможных системах уровневых, таких типа Royal School Exam. То есть, например, сертификат какой-то? Сертификат, да. И очень многие родители, они хотят, чтобы ребенок получил сертификат. Он что-то дает? Я думаю, что когда дети заполняют аппликацию в колледже, это показывает, что они хорошо развиты и разносторонне развиты. Это очень важно. И привыкли заниматься? Что? Заниматься привыкли. Привыкли заниматься, работа, потому что музыка, она требует усидчивости, внимательности, много таких качеств, которые развиваются именно музыкой, и вы не найдете в других областях. То есть, там что-то одно развивается, музыка развивает очень многогранный человек. То есть, есть родители, которые хотят, чтобы дети получили именно сертификат? Это важно, да. Хорошо. Когда люди идут заниматься музыкой, вот, допустим, там, с точки зрения работы, бизнеса, как бы стабильности и так далее, родители приводят ребенка, там, на годик и потом куда-нибудь забирают, или они приводят и хотят, чтобы он учился, 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 я не знаю, там, 10 лет учился. Как это? Все зависит от родителей. Если родители любят ребенка больше, чем себя, как я говорю, то они всегда смотрят на результат. То есть, они болеют за результат, то есть, они принимают участие в воспитании и в процессе. И тогда это приводит к хорошим результатам. И тогда им интересно, чтобы ребенок закончил что-то, имел какой-то сертификат. Есть родители, которые не очень хорошо понимают это. Они видят, что как-то вот все хотят куда-то определить ребенка, заниматься музыкой или еще какие-то кружки, но они не понимают, какая за этим стоит работа. Поэтому они отдают, а потом понимают, что, в общем, они несостоятельны и забирают ребенка. Насколько у родителей, которые приводят ребенка, насколько массово, что родители реально смотрят так, тщательно смотрят на педагога. Что за педагог, какая у него квалификация, какой у него школы, какие у него достижения у выпускников. Это редкий интерес или это массовый интерес? Это массовый интерес. То есть, особенно в... Чайнисья... Китайский. По-русски уже. В китайской такой диаспоре здесь, в Силиконовой долине, значит, во-первых, они очень общаются, все родители. О, да, о, да. Значит, выясняется, какой педагог, в каком стиле учит, в какой школе, какие результаты, какие виды услуг предоставляет этот педагог. То есть, готовит ли он в оркестр, предположим. Я скрипачка, поэтому я готовлю детей в оркестр, конкурсы готовлю, вот этой вот английской системе, которая... С баллами. С баллами, да, с сертификат они дают такой. Вот, то есть, у меня есть разные какие-то варианты. И не все дети делают все вместе. То есть, один хочет, чтобы это был оркестр и продвигаться по этой линии. А другой хочет, чтобы это была какая-то стипендия. Есть такой тоже вариант. И это тоже очень хороший такой... Мотиватор. Да, это мотивация прекрасная. И когда ты заполняешь аппликацию в университет, это тоже хороший показатель. То есть, они очень интересуются, что вот была музыка, был какой-то арт. Изобразительность. Искусство, портфолио готовится, что-то спортивное. То есть, ребенок готовится со всех сторон. Вот люди из, ну, как бы, Asia, из Китая, Китая, Корея, может быть, они имеют какой-то пиетет в отношении советской школы, когда смотрят на преподавателя? Или им ближе, вот, например, может быть, свои, там, корейские или китайские педагогики, хотя они тоже, в принципе, советские школы, в общем-то. Я знаю, что там школа такая, как бы, наша не поставлена. Ну, я думаю, что вот лет 26 назад, когда я уехала, тогда очень было это такое сильное мнение, что русская школа, и вот стремились к русским педагогам. С тех пор пришло очень много времени, и появилось целое поколение китайских педагогов, которые были обучены в свое время русскими педагогами. И вообще считается, что китаец, обученный русским педагогами, это настоящая бомба. Потому что он умеет работать так, как русские. Я имею в виду просто русскую диаспору, неважно, а национальность. Не умеет работать так, как китайцы. И при знаниях русского педагога и работоспособности китайцы, это приводит к фантастическим результатам. А вот сейчас как-то все больше разбавлено. Не могу сказать, что такое русский педагог. Понял, понял. Но в таком случае нет антипатии никакой. Нет. Мы тут были на Крузе, и там, значит, у нас конкуренция возникла за комнату с роялем. У нашей компании, там еще какой-то китайской компании. Ну и они нас немножко отжали, вот, сказали, мы сейчас часок и уйдем, значит. И там женщина играла на рояле, а они пели. И я подумал, что вот я никогда не видел такого, чтобы рояль вот так похож был на барабан. То есть, так она, наверное, все равно отчебучила. И, да. То есть, я подумал, будет эта школа такая у них. Барабанная. Знаете, мы сейчас вернулись только что из Москвы, в международном фестивале. Москва встречает друзей. Да. Педагиды ЮНЕСКО. Где дочь моя играла с оркестром, играла в квартире музея Рихтера. Очень интересное событие. Прекрасно, во многом прекрасно организовано. Вот. Так как-то вот с Раэленом не повезло. Мы не всегда могли выбираться в центр Ямаха, куда можно было поехать и заниматься какое-то время. Это было в центре Москвы, пробки. Достаточно трудно добраться. И мы пытались позаниматься в той гостинице, которая, конечно, не имела специального инструмента. Так вот там был Красный Октябрь. Бедный этот Красный Октябрь. Моя дочка сражалась. Это филма. Да, но это старый-старый инструмент, который когда-то там еще при советской власти забыли в этой гостинице молодежной, которая не имеет последней октавы вообще. Плавиши все западают. Но это было лучше, чем ничего. Так что бывают такие случаи, когда встречаются инструменты, которые больше похожи на печатную машинку, чем на инструменты. А вот такой вопрос. Педагог работает с детьми. Дети ходят на какие-то там соревнования, я не знаю. Сначала маленькие, потом побольше, потом поважнее, потом с серьезным отбором и так далее. Вот как бы с вашими глазами. Есть там как бы достаточно по-честному все это судейство происходит? То есть при том, что судейство понятно, что оно субъективное, но все-таки, но по-честному там нет такого, чтобы там явно засуживали, подыгрывали. Вот эта часть присутствует как-то? Вот в Америке. В Америке? Я думаю, что присутствует. На высоком уровне? Я думаю, что присутствует, но не на высоком уровне. И какие-то отдельные случаи, я бы сказала. Мне не пришлось так столкнуться с этим. Хотя был однажды момент, когда было очевидно, что должен был занять определенный ребенок. А потом откуда ни возьмись, на первое место вышел ребенок, на которого мы вообще не обратили внимания и ничего особенного там этот ребенок не представлял. То есть бывают какие-то случаи. Но опять же, нам нужно понимать, что судейство дело субъективное. И все люди судьи, они тоже люди, да? И что-то кому-то нравится, что-то не нравится. Поэтому трудно сказать, что вот это присутствует или нет. Хорошо. Вот дети вот у вас занимались, да? Все-таки ребенок, он радостно бежит на урок? Или он бежит, что вот его там заставили? Ну, как-то вот вы уже чувствуете, как он? Я стараюсь наладить контакт с детьми, чтобы они с удовольствием приходили ко мне. Но дети бывают разные. У меня был ребенок один, я не могу его забыть, потому что он такой яркий пример. Там очень хотела мама. А ребенок не хотел. Но в итоге я просто сказала, что не стоит его так мучить. И вот мы расстались. То есть мама приняла? Мама приняла. Да, ну там просто такая еще была ситуация в семье, что родители не могли договориться, а ребенок был посреди этого конфликта. И я думаю, что это и сказалось на ребенке. Ну, хорошо. Возвращаясь к изначальному вопросу, потому что люди едут, они как бы думают, удаст ли у меня зарабатывать на жизни эти, или надо, может быть, профессию менять. Может, не дай бог, там он теперь будет соств протестировать. Понимаете? Тоже неплохо. Нет, ну подождите. Я занималась разными вещами. Состоявшийся преподаватель музыки. Состоявшийся. Ну, допустим, прошло несколько лет. Ну, какими суммами он может вот так? Ну, я не знаю, он может зарабатывать, скажем, 100 тысяч в год? Это очень трудно. Очень трудно. 80? Можно, если работать очень много. Ну, хорошо. А если работать, ну, нормально, не то, что вот так, чтобы ты уставил. Ну, можно в районе 50 тысяч, наверное. Вот так. Я думаю, что, конечно, софтфор-инженер или тестировщик получает легче и быстрее деньги. Я другое скажу. Вот люди, которые... Ну, вот не педагоги музыки, а вот именно исполнители, которые у меня попадались. У меня много было и педагогов, и исполнителей. Я хочу сказать, что педагоги, исполнители, у них абсолютно математический склад ума. Вот это чтение нот, переработка вот этой информации, да, это чистая математика. И они были исключительно успешными. Я знаю, что есть программистов очень много, которые вышли из музыкантов. То есть, на самом деле, это, как ни странно, но это какие-то переносимые такие вещи. Да. Но, тем не менее, это много же музыкантов. Вот они же не уходят в технологии, правда? То есть... Есть музыканты, которые уходят, и очень успешно. Надо сказать, что и у математиков, и у музыкантов очень развита задняя часть. Вот те, кто занимается математикой и музыкой, вот строение черепа меняется. Это доказанный факт, да. Ничего себе. Вот. И вообще, уже очень много существует каких-то изучений на эту тему, что музыка влияет потрясающе. Даже Платон говорил, что я бы учил своих детей музыки, физики, по-моему, и математики, но больше всего музыки. То есть он даже понимал значение. А в то время уже учили, изучали музыку во времена Платона. Другой раз он сказал. Боже, то есть уже были педагоги, а не уже ренотная система была в то время. Я думаю, что так. С ума сойти. Я как-то не соотносила, это часто к нам взяли такую неготовенькую. Ну да, ну хорошо, ладно. Значит, давайте я, тогда от имени наших зрителей, я хочу поблагодарить, значит, Риту. И, ну, я надеюсь, что, как бы, какие-то вопросы отвечены. А если какие-то возникли вопросы, пишите в комментариях к видео. Мы тогда... Я с тобой всем помогу. Да, в следующий раз мы обсудим эти. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!